Данный контейнер будет опечатан и доставлен на буровую для клиентов. Константин рассказывает, что эти контейнеры 8 лет назад перевернули нефтяной рынок. Из них, как и конструкторы «Лего» можно собрать оборудование для любой буровой установки. Изготовление происходит в Челябинске. Монтаж на категоричном участке у нас состоит из 8 человек. При этом мы обеспечиваем 3 станка полностью. То есть ребята универсалы. Хотя является от держания болгарки до ЧПУ станка высокотехнологичного. Приводная техника отправляет свою продукцию по всей стране. А в Нефтьюганске у компании есть собственный сервисный центр для удобства клиентов. Этот контейнер, он уже полностью готов к отправке и напичкан оборудованием, будет управлять насосами на одной из буровых в Западной Сибири. Всего приводная техника готова производить в год до 25 таких блоков. А это половина всего рынка России. Кроме этого, компания проектирует и собирает оборудование для металлургов. И даже занимается инновациями. В частности, вот сейчас мы прорабатываем с компанией «ЮАВТО» производство для них генераторов двигателей на «ЮМОБИЛЬ». И, возможно, будет полностью сборка вот этого силового модуля у нас на заводе. Российских конкурентов у челябинцев нет. Им приходится отвоевывать рынок у мировых лидеров. «Сименс». Штат из 500 человек, большая часть от которых инженеры пока справляется. Оборот компаний в прошлом году превысил 1 миллиард рублей. «Если бы таких компаний у нас в области было побольше, это, конечно, было бы просто счастьем. Такие вот инженированные компании – это самые ценные компании. Здесь мозг, сам мозг промышленности сосредоточен. Каждая такая компания и по своему направлению». Сейчас компания собирается строить завод в Снежинске. Правительство области готово предоставить без гарантии для проекта. Кстати, именно в закрытом городе будут собирать оборудование для ее мобилей. Сергей Морецкий, Андрей Ярушев, ОТВ.